Субботние встречи Динамо Киев-Спартак. Поверьте мне, здесь так давно не ожидали футбольных матчей. Билеты были раскуплены еще за неделю. А уж прогнозы, рассуждения, предположения и надежды было высказано столько, что в пору было в них потеряться. Атаковали, конечно же, с первых минут хозяева поля. Но вы посмотрите сейчас первый гол, который на девятой минуте забил Шмаров. Уповая на искусственное положение вне игры, являния не очень преследовали Шмарова. А он ни секунды, ни колебность забил этот первый гол. Гол, который во многом предрешил исход этой встречи. Нельзя сказать, чтобы хозяева вовсе уж отдали инициативу гостям. Атаковали. Вот одна из атак на 48-й минуте. И удар хорош, и бросок Черчесова. Но тут же, из глубины своих защитных построений, начинают атаку спартаковцы. Начинают и доводят до завершения. До того, чего мы с вами всегда, товарищи болельщики, ждем. И за что всегда мы благодарны нашим любимцам. Вот гол. 48-я минута. Гол мостового. Сейчас Сергей Родионов, участник этого эпизода, сбивает его Биланов. Арбитр Мелявоскас назначает пенальти. И Родионов забивает свой 104-й гол. И зрители, уже разобравшись, что к чему, начинают покидать трибуны. Ну, а те, кто остался, правильно поняли ситуацию. Ничего хорошего их команда уже не могла показать в этот вечер. Ну, разве что, зрители могли увидеть и 105-й гол Сергея Родионова. Да еще, еще, штрафной удар, пробитый киевлянием Литовченко. Геннадий Литовченко, который столько сил отдал в этом матче, был бесспорно одним из лучших в составе киевлян. Вот ошибка Черчесова. Так, неудачно принимал мяч. А счет 4-1. А Геннадий Литовченко покидает поле, отдав все силы этому труднейшему матчу. Банальная ситуация. Одна команда выиграла, другая проиграла. Никто, конечно же, не мог предвидеть столь четкой расстановки акцентов. И лишь наивный разум 12-летнюю парнишке подсказал определенный результат. Побежденным сейчас не до интервью. А победители могут это сделать. Перед началом матча мы с вами говорили о том, что действительно сложная обстановка, так сказать. И травмированных много. Планировали вы такой успех? Такое, конечно, трудно было предвидеть. Но, во всяком случае, выходили мы с желанием сыграть в полную силу, с желанием победить. Ну, в Киеве всегда нас встречают довольно тепло. И много болельщиков ходят на наши матчи. И главную задачу, я считаю, мы выполнили, понравились местным болельщикам. Вы это чувствовали, правда? Да, и где-то уже во втором тайме даже нас больше поддерживать стали, что очень приятно.